Всем привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Таксистские войны» Канале, который показывает и рассказывает о будниках таксиста А мои будни начинаются буднично, прогулка вот с этой Чикуахуа, Шакире, поздоровайся со зрителями И потом завтрак, и через 20 минут я уже окажусь в своем автомобиле Сегодня у нас четверг, отличная погода, мы катаем смену пока плюсу В последнее время еще на цене купал совсем, посмотрим, сколько можно заработать Покажу вам несколько удивительных пассажиров, так что будет интересно Погнали работать, приятного пассажира! Если работать в такси, ищите надежного партнера, рекомендую вам Эксперт ПАК Ведь они разработали уникальную программу Эксперт ПАК 2.0 С самыми выгодными условиями на рынке для сотрудничества с Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка Ваша деятельность будет законной, ведь они легально на рынке более 8 лет Вашим самозанитом в Эксперт ПАК вы получите следующие преимущества Заказы всего 40 рублей в сутки Автоматические выплаты без комиссий на карты любых банков Круглосуточная поддержка и личный концентр Бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в реесте перевозчиков И многое другое Если вы хотите попробовать себя в доставке, вы также можете связаться с техподдержкой И получить лучшие условия сотрудничества И формат работы и подключайтесь к Эксперт ПАК уже сегодня Контакты на экране и в описании под роликом Работайте легально и зарабатывайте с надежным партнером Приехал я на свой первый заказ Поедем с Сараславского шоссе на профсоюзного Ехать блин долго, пишет час 30 километров Коэффициент 1.75 Я вот только не знаю, как плюс это или комфорт Сейчас посмотрим, потому что я периодически, как я и раньше говорил Чтоб уехать с своего района, включая комфорт И беру, когда он с хорошим Ну что, вот такую рыбку я понвал Сараславского шоссе на профсоюзную Значит, 2010 рублей для пассажира Я получил 1549 Это оказался комфорт Пишет 32 километра, 59 минут, ровно час Ну все, сейчас 10-15 утра Утро, можно сказать, закончилось Потому что КЭФы везде пропадают Я сейчас сразу же мне пришел заказ По КПлюсу 1.10 КЭФ Я взял, вот еду на него Не знаю, как это, лещик Сейчас под лещик был вот этот заказ Или платьичка, напишите в комментариях Если вы хотите взять автомобиль в аренду То вам в таксопарк рулем В таксопарке более 1500 автомобилей Их количество растет Наличие авто в разных классах От эконома до бизнес-класса Выдача авто в день обращения И круглосуточная подъема И собственные автосервисы Автомойка Передвижение по России И суточный пробег без ограничений Можно работать как одному, так и за смену Если вы хотите своего друга, то вы получите 2 дня бесплатной аренды Или скидку к аренде за каждый отработанный день Вашим другом друзей можно приводить сколько уроков И есть выкуп автомобилей на хороших условиях Без переначального взноса ОСАГО и обслуживание автомобиля за счет компании Используйте номеру телефона, который вы видите на экране И используйте мой промокод ТАКСИВОИН И получите 2 дня аренды За подарок и рулем есть собственный YouTube канал Где они выкладывают интересные обзоры авто для работы в такси И обещают много крутого контента А сейчас они разыгрывают 30 тысяч рублей Среди своих подписчиков Переходи по ссылке и участвуй Вся информация под описанием к ролику Итак, с Московского Казанского переулка На Сокольнический вал 359 пассажиры Мне 265 минут в пути 1 километр Я вообще капусь катаю Алло Слушаю вас Да, помогите, пожалуйста Как мне вот такие У меня очень тяжелые сумки Я еле-еле иду Как вас разыскать? Ну вы же указали, вот куда точку поставили Я указала Туда, где точка поставила Я не указывала Вы можете мне, пожалуйста, ориентироваться на улицу Где вы находитесь рядом с вами? Я даже не могу смотреть в телефон Настолько у меня тяжелые вещи Ну, а как я вам объясню Я заехал, я не со стороны Комсомольской площади Вы указали Сзади, со стороны вокзала Тут парковка Въезд на нее платный 400 рублей Я сюда Перед въездом на платную парковку вокзала К перрону А на сбоку, да? За вокзалом Ну, по-моему, да Я не знаю, как Я на самом вокзале-то не был Я не знаю, как Ну, получается, да К перронам можно прямо подъехать Получается Но вот этот въезд платный Я перед флагбаумом стою Ну, ладно, сейчас я не знаю Это туго Сейчас попробую Не уезжайте Только не уезжайте Ну, пока Пока стою Идет Ну, пока Портопка, блядь Сейчас давайте Спасибо за понимание То есть она стоит Не знает, куда она Что заказала Не ставила никаких точек Я не знаю, где Помогите мне найти Еще сейчас бросается Трубку Спасибо за понимание Вот, блядь Что мне надо сделать Я не понимаю Где она находится, блядь И с этой стороны Я первый раз нахожусь Здесь тоже не ориентируюсь И, блядь Все виноваты Блядь, кругом Все виноваты Но только не она То, что она нагрузила Свои сумки сейчас Которые, блядь, хуй поднять Она, блядь Никто не виноват Ну, блядь Сумки, это я ее Напихал говна Во всякой сумке Это я ее, блядь На вокзал загнал, блядь Что она не понимает Даже, где она находится Все, это все сделала Все другие Но не она, блядь Взяла и отменила заказ Ну, отменила А сама прикол В другом Опять подъезжаю И пишет Время до подачи, блядь Там, столько-то Две минуты То есть Это на определенное Какое-то время, что ли Получается, заказ И потом только пошло Бесплатное время ожидания Еще три минуты Яндекс Если ты так делаешь Так делай это за свой счет Придумывай вот эти, блядь Подачи ко времени И так далее, блядь Или оплачивайте эти подачи Или вообще их не уберите Чтоб по факту вызывали И ехали Че за хер ты С какого хера я должен, блядь Ехать и стоять здесь бесплатно С проспекта Миря На Ольгуновскую Да, 353 мне А, ну там Это с пассажира списали Но была доплата до 610 Да, и того мне получилось 468 Там буквально 3 километра Да, здесь 5 минут ехали Такое чувство Что я катаю Мой тариф Ой, мой район По всей Москве Просто по районам Езжу туда-сюда По 300 рублей Решила сделать Маленький эксперимент На следующей неделе Я поставлю свою тачку На ремонт Надо сделать там Подвесочку Я решил Взять Тачку на 5 дней Каплюсе Брендированную Свежую Чтоб у меня был Самый максимальный Приоритет Сейчас у меня Приоритет Такой средний Потом я возьму На 5 дней Тачку под комфорт И скорее всего Тачку под эконом Тоже самую свежую Постараюсь взять Чтоб был максимальный Приоритет Чтоб я мог зарабатывать Потому что там будет Соответственно Аренда И я после каждую тачку Откатаю 5 дней на одной 5 дней на другой Ну и третий раз На другой И сниму На каждую тачку Обзор Подходит ли она Для работы в такси Удобно ли она Для таксиста То есть всякие там Удобно на багажник Там расход топлива Короче То есть попытаюсь Сделать обзор На каждую тачку То есть ну по сути На 3 тачки Я не знаю Будет это интересно Нет Как вы думаете Напишите свое мнение В комментариях Стоит Повести такой эксперимент Или нет С Олимпийского проспекта На Старую Басманную Значит с пассажира 438 Мне 319 К плюс 14 минут 12 километров Но это он врет Это неправильный Этот Геолокация Ехали да Минут 12-13 Коэффициент был 1.01 Вот и следующий заказ Рубсовской набережной Поедем без скайфа Но я в центре Поэтому здесь скайфа нет Ну возьмем Посмотрим Добрый день Да Зачем вы кидаете А? Подпускай Зачем вы кидаете Добрый день Здравствуйте Зачем вы кидаете А? Пизда Подпускай Зачем вы кидаете А он же этот Я им не выглядел Ну прямо колесиками Прямо вообще Это Они же не узкие Не широкие Ну ладно Простите Кудринская А? В общем Кудринская площадь Нет Этот Октябрьский Что? А дальше Вы не ко мне? Стой Вон девушка идет Вы не ко мне Как говорит наш любимый шеф Если человек идиот То это надолго С Большой Семеновской На Большую почтовую 418 для пассажира Мне 304 Хеф был 1.40 Значит ехали 8 минут 2 километра Я дебил Я дебил И зовут меня Кирилл Я российский радостный дебил У меня все хорошо Очень-очень хорошо Потому что я дебил Я люблю пиво пить А еще люблю курить Есть люблю А так же срать без пассажира Если вы не такие водители Как они Обращайтесь Сопак рулем Берите тачки По нормальным ценам В аренду Там под выкуп На нормальных условиях И с нормальным отношением К водителям И все будет нормально Можно соединить Объединить хорошие тачки И нормальных водителей И это получается Пошло меня тут на Ярославку И поехал я с Ярославки На Петровку 10 Коэффициент был 1.60 С пассажира 1119 Ну отнимайте там 27% Грубо говоря Все в общем будет Ехали мы 22 минуты 12 километров И вот эта фишка Опять они разрешают Пассажирам ездить в долг Сейчас объясню В одной сфере На торгу Или услуг Нет такого Что Ты Что-то кому-то Продаешь Или делаешь в долг У Яндекса Это пожалуйста В сторону водителя Водителя можно Отбирать как хочешь По сути Им начинаешь говорить Почему вы Даете ездить в долг А у вас в этом договоре О эффекте прописано Я не читал Как там точно прописано Но походу там написано Что деньги Да Вот могут поступать В течении 72 часов То есть И они сами пишут В поддержке Когда им пишут Что некоторые пассажиры Могут ездить в долг Типа Раз они часто ездят И так далее Яндекс А дай мне денег в долг На 3 дня Че ты не даешь-то Пассажирам Даешь За наш счет Ездить Как бы В долг Чтоб мы их возили Так давай нам денег в долг А че ты За свою копеечку Ты сразу же удавитесь там Вам надо перезаказать Тариф Перевозка домашнего животного А она в сумочке Она должна быть в переноске Она в переноске Это ее трубачок Вам нужно доказать Перевозка Это просто Суфотного хронича Специально Я понимаю Машину просто очень Суфотного хронича Я не возьму Суфотного хронича Суфотного хронича Вот физически Я к нему это спросил Надо предупреждать Пишите в комментариях Там приедет машина Которая возьмет Ну вот приехала машина К5 Вот они садятся И вот он сейчас возьмет И повезет И то что я им отказал Сейчас Их это Ничему не научат В одной простой причине Потому что он взял И повез их И сейчас повезет Я уверен Смотрю в зеркало Ну что-то стоят пока Я сейчас развернусь Подъеду Ну вот он разворачивается То же самое с креслами Тоже без кресел Вот нахуя ты повез ты Вот нахуя Потому что берет И везет 44 регион Черри нахуй Я больше чем уверен Что блять Вот он взял и повез Без допад И без всего Сука слов нету Потом мы удивляемся Чего у нас нету Единства в такси Чего блять За таксистов никто не заступает Чего у нас блять Все хуево в такси И постоянно таксистов кошмарят Да потому что блять Вы сами себе позволяете С собой так вести блять Он сел в наглую С собакой блять Садится нахуя А че такого блять А другой взял Я отказал Другой блять Следующая же машина Следующая блять Взял и повезла Костелло на Ильинку 575 с пассажиром Мне 421 27 минут в пути 11 километров Все мне эта зеленка Надоела Я уезжаю из центра Не вставляет меня Эта дискотека Вот сейчас на Петровку До этого пассажира Отвез Подъезжаем К концу маршрута Говорит Я вам пятерочки Алексей поставил Чаевые оставил Да Вот с такими людьми Приятно работать Почему вот таких Людей То есть Хочется Появляется Интерес да Когда люди Благодарят тебя За работу А не то что Некоторые садятся С такими лицами Как будто В это такси Их насильно Сюда запихнули Знаешь и везут Вот человек С нормальным настроением И это нормальное настроение Отражается Так сказать На мне В виде чаевых А ты хорошо Выполняешь свою работу И опять же На тебе это отражается В виде чаевых Что-то более-менее Значит Со второй Останкинской На Ленинградский проспект Правда Это я комфорт взял С 1000 рублей Мне 749 25 минут 9 километров Давайте подводить итоги Сегодняшнего вечера Я подъехал к дому Потому что Яша Испортил мне Все поездки По пути домой Я выставил заказы По пути домой С центра Кростокина Ехать мне 25 минут Он мне дал Три заказа И все за МКАД Королев Долгопрудный Мытищий Все В конце этих городков Так скажем Нужно насквозь Все эти города Поезжать И самый маленький Заказ Это был Мытищий 45 минут Так мне еще Надо обратно Доехать Что это за заказы По пути домой Полтора часа На такой заказ Потратишь Итак Выехал я в 9 утра Сейчас 20.30 Почти 12 часов На линии Выполнил 18 заказов Заработал 9500 чистыми Из них 500 рублей Мы отчисляем На налог 1500 бензин 7500 остается Друзья Пишите свои мнения В комментариях Нормальный ли это результат Всем пока До новых встреч